Создается впечатление, что власти Армении принялись реализовывать предусловия Турции, а в Ване Цейян мы дошли до ситуации, когда возникли серьезные проблемы в диалоге с нашим стратегическим союзником, и подписание российско-азербайджанской деклара ЦИИ является очередным тому подтверждением, в интервью газете Жахавурд заявил руководитель фракции Честь имею Национального собрания Армении, председатель партии Айреник, Отечество Артур Ване Цейян. Подчеркну, очередным, поскольку мы и до того становились свидетелями подобных подтверждений, и безусловно, станем в будущем, если в Армении у власти останутся эти силы. После 9 ноября 2020 года мы неоднократно заявляли, что Пашинян и его команда должны уйти, чтобы у следующего переговорщика оставалось поле возможностей для работы. За полтора года мы убедились, что рамки этих возможностей с каждым днем сужаются. Я вас спрошу, а вы уверены, что власти Армении были в курсе планов Москвы по подписанию деклара ЦИИ с Азербайджаном? Лично у меня нет уверенности, что Армению, как союзника, поставили в известность, проработали вопрос и представили ситуацию. О чем это говорит? Скажу больше. Это обстоятельство я считаю более тревожным и серьезным, чем все то. О чем сегодня пишут в СМИ, но вместе с тем давайте также не забывать, что эта декларация в каком-то смысле, может сыграть роль смирительной рубашки для Азербайджана, чтобы пресечь еще большее слияние Азербайджана с Турцией. Это также немаловажное обстоятельство, отметил он. Коснувшись темы армяно-турецкого диалога, Ваня Цейян указал, диалога здесь нет. Вместо него исключительно и полностью реализуется повестка Турции, и Армения, в лице нынешних властей, покорно ее продвигает и реализует. Отсюда и вытекает главная проблема, наши интересы в этом процессе никак не представлены и не защищены, указал он. Следующая важная проблема, по его словам, в том, что несмотря на попытки властей представить процесс прозрачным и открытым, создать имитацию подобного, на деле мы имеем дело со строго секретными и завуалированными процессами. Две встречи на уровне спецпредставителей уже состоялись, однако никакой содержательной информации по результатам этих встреч нам не представили, ограничившись только протокольными заявлениями. О чем ведут переговоры Пашинян и Эрдоган, неизвестно. К несчастью, эти власти имеют богатый опыт заключения скрытых от общества тайных договоренностей, и я не знаю, в конечном итоге перед каким результатом, перед каким фактом нас поставят. Важной и достойной внимания проблемой является также вопрос о том, является ли армяно-турецкий процесс сегодня процессом без посредников. Или же, тем не менее, посредник или посредники есть, и если есть, то кто они. Это важно, особенно в контексте геополитических процессов, отметил оппозиционный деятель. Ваня ЦН также обратил внимание то, что именно Турция отказалась от установления дипломатических отношений с Арменией и закрыла армяно-турецкую границу в одностороннем порядке. Не кажется ли вам, что сегодня за столом переговоров обсуждение вопроса открытия границы взамен на что-либо, само по себе является предусловием? Ведь, как я уже отметил, границу в одностороннем порядке закрыла Турция. Если Анкара стремится к налаживанию отношений без предусловий, то в первую очередь, должна была открыть границу со своей стороны, после чего могли бы начаться переговоры по остальным вопросам. То есть и здесь нас пытаются вести в заблуждение. Однозначно, что есть предусловие, и турецкая сторона ни от одного из них не отказывалась. Более того, создается впечатление, что нынешние власти Армении принялись их реализовывать. Но я еще раз хочу озвучить нашу принципиальную позицию, мы не против налаживания армяно-турецких взаимоотношений и открытия границ. Мы против этого процесса сегодня, исходя из вышеназванных причин, — подчеркнул он. По его словам, хотя Пашинян и его команда уверяют, что предусловий нет и мы налаживаем взаимоотношения без предусловий, однако процессы и события говорят об ином. Из Анкары и Баку не перестают звучать предусловия. Более того, несмотря на публичные заявления Турции о процессе без предусловий, она продолжает предпринимать шаги для придания веса и важности этим предусловиям, — указал Ваня Цейян. Депутат НСРА напомнил, что к традиционным предусловиям Турции после войны добавилось еще одно — вопрос так называемого Зангизурского коридора. Парламент Турции недавно ратифицировал подписанную еще прошлым летом Азербайджана турецкую декларацию, в которой есть прямая отсылка к Зангизурскому коридору. — Что это если не предусловие? — сказал он. Субтитры создавал DimaTorzok